Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Одна из самых экономически пострадавших сфер из-за пандемии коронавируса – туризм. Здесь несут убытки как туроператоры, так и простые люди. Как можно вернуть или компенсировать потери от несостоявшихся поездок, обсудим с президентом, председателем правления Ассоциации туриндустрии РСТ Юг Натальей Касминовой. Наталья, здравствуйте. Наталья, и вначале я бы хотел, чтобы вы дали оценку, какова сейчас, насколько она критична в туриндустрии. В целом ситуация в мире критична. И естественно, то, что касается закрытия границ, здесь в первую очередь страдает туристическая отрасль и вся индустрия. Ну, сейчас, наверное, самый главный вопрос, как бы тем людям, которые запланировали поездки на ближайшие даты, купили билеты, оплатили гостиницы и в итоге из-за пандемии все поездки отменились. Все зависит от того, какая это страна и какие предполагаемые даты поездки. Если мы говорим о тех странах, куда нам как бы запрещено, где есть угроза жизни, это четыре страны, это Китай, Италия, Иран и Южная Корея, если я не ошибаюсь. И здесь как бы есть четко все по закону. Мы живем в правовом государстве и, соответственно, мы должны действовать в рамках действующего законодательства. Раз там объявлено нашими, как бы нашим правительством, нашими актами, по документам объявлено о том, что это страны, которые несут угрозу безопасности наших туристов, в этом случае должны быть стопроцентные возвраты. И из всех этих четырех стран самая популярная для россиян, это, безусловно, Италия, она одна из самых пострадавших. И, конечно, здесь, именно если говорить с точки зрения законодательства, будет стопроцентный возврат. Но, учитывая ту ситуацию, которая на сегодняшний момент вкладывается, а именно закрыты абсолютно все перелеты, все границы, более того, Италия сидят на жестком карантине сейчас, да, им вообще нельзя выходить на улицу. Соответственно, там не работают ни офисы, ни банки, никакие структуры. И на сегодняшний момент требовать стопроцентный возврат у туроператоров по Италии, ну, это практически невозможно. Если сейчас офис в Италии закрыт на карантин, им нельзя выходить никуда. Как можно согласовать возврат денежных средств? То есть надо ждать, пока эта ситуация урегулируется, пока снимут карантин, когда начнут работать офисы. Безусловно, все будут, ну, как бы входить в положение друг друга. Мы все оказались сейчас в одной лодке, и нельзя, ну, как бы раскачивать ее, потому что можно и самим тоже утонуть. Здесь надо, ну, более гуманно подходить к решению данной проблемы. Никто не виноват. Такой ситуации в современной истории никогда не было. И ни у кого нет четкого алгоритма, как надо действовать в сложившейся ситуации. Одна большая просьба, как бы, к нашим клиентам, к нашим клиентам просто не паниковать. Мы все люди, мы точно так же оказались в ситуации такой же. И мы, и наши сотрудники, и члены наших семей точно так же планировали какие-то свои поездки, и эти поездки сорвались. Вы сказали, что компенсация полная предусмотрена, если речь идет о карантинных странах. А если как раз-таки речь не о карантинных странах, где нет очага коронавируса, но туда тоже из-за усиления мер безопасности все поездки отменили. Здесь какая компенсация полагается людям? Если речь идет о ближайших датах, когда у нас вот на сегодняшний момент у нас там объявлена где-то 14 апреля, где-то 20 апреля. Здесь, конечно, ну как бы мы точно так же работаем по каждой конкретной заявке, и так делают абсолютно все представители в туристическом бизнесе. Конечно, это своего рода форс-мажор, когда просто есть обстоятельства непреодолимой силы, которые не позволяют выполнить условия договора ни нам, ни туроператору, ни нашему туристу, который и готов бы, может быть, полететь, да, но он физически не может этого сделать, потому что ничего не летает. Но здесь работаем, мы опять-таки здесь работаем по договору, мы работаем в рамках закона, рассматриваем каждую конкретную ситуацию. Если это, вот как я сказала, ближайшие вылеты, учитывая там середину апреля, 20 числа апреля, то, конечно, здесь в основной своей массе операторы не удерживают никаких денежных средств, они готовы, нет, нет, вот слово возвращают, вот живыми деньгами нет, потому что, ну, они точно так же. Здесь та же самая ситуация, как по большому счету и с Италией. Если ближайшие вылеты и деньги заплачены в авиакомпании, авиакомпания не возвращает на сегодняшний момент живыми деньгами. Я уверена, среди наших зрителей есть наши сограждане, которые покупали билеты, как простые физические лица, не через агентство, напрямую где-то на сайте, покупали билеты, как в российских авиакомпаниях, так и на компаниях. И точно такая же практика есть и по частным билетам. Авиакомпании не возвращают деньги, они предлагают перенести срок поездки на весь 20-й год и даже учитывая 21-й. На сегодняшний момент и, в принципе, Ростуризм и Роспотребнадзор, пересмотрев вот ту ситуацию, которая происходит, все рекомендовали все-таки с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам и рекомендовали все же рассматривать вариант депонирования этих денежных средств. Операторы со своей стороны, понимая, что они сегодня, они по каждой конкретной заявке, на каждого конкретного, по каждой фамилии, которая существует в этой заявке, в личных кабинетах туроператорских компаний, эти средства зачислены как депозит, то есть эти доступны к использованию, скажем так. Доступны к использованию, это значит, что вы можете, вот если вы планировали поехать, к примеру, в Испанию 10 апреля, но не можете туда поехать, вам предлагается полностью на всю эту сумму, причем в эквиваленте условных единиц, чтобы вы, как потребитель, не потеряли на курсе, потому что многие заявки свои, которые вот там туда с датой вылета на апрель месяц, бронировали в январе и феврале, когда курс был не такой, как сейчас. И чтобы соблюсти интересы туристов, операторы идут на сохранение именно, как бы, денежных средств, привязывая вот к тому старому курсу. Вы можете и сейчас этими деньгами воспользоваться в плане заказать другую поездку. Ну, сложно сказать, что будет в июне, в июле, мы все очень надеемся, что ситуация урегулируется, но вы можете заказать на сегодняшний момент в рамках этих денежных средств любую поездку на сентябрь-октябрь, на Новый год, на 21-й год. Ну, как бы, вы можете купить там, я не знаю, круиз, или, например, приобрести отдых на территории Российской Федерации, на Черноморском побережье или в Крыму, потому что, ну, практически все операторы имеют контракты и с российскими здравницами, курортами, как бы, объектами размещения и предлагают их тоже, чтобы ваши, потому что есть, как бы, у нас клиенты, которые говорят, ну, я не уверен, я не знаю, когда я поеду, получится, у меня отпуск, там, режимное предприятие. Поэтому вопросов нет. Нет, вы можете, допустим, запланировать летний отдых в Сочи или там любой город на побережье, Черноморского побережья или, например, Крым, и выбрать эти деньги туром по Российской Федерации. Пожалуйста, вы можете поехать и использовать эти деньги. Просто я, как бы, еще раз пытаюсь объяснить, что вне зависимости от того, в Италии это или Испания, в март это или апрель, если ваш тур уже проплачен в авиакомпанию за билеты и в отель за рубежом, то вот прям взять и сегодня, в данный момент вернуть эти деньги назад и вернуть людям не представляется даже вот, ну, физически такой возможности. Но чтобы соблюсти интересы наших туристов, туроператоры пошли на все абсолютно уступки, какие только возможно было придумать для наших туристов. Даже те, кто аннулировал эти заявки, потом захотел восстановить, их восстанавливают. Те, кто платил по курсу 68, сейчас это курс уже совершенно другой, они оставляют, фиксируют эту сумму по курсу 68, чтобы это было выгодно. Если кто-то не может из числа отдыхающих в заявке не может поехать, дают возможность поменять фамилию, взять с собой, я не знаю, тещу, детей, друзей, к примеру. То есть, ну вот на любые варианты, только чтобы соблюсти интересы клиентов и притормозить вот этот вал массовых аннуляций с судебными исками, верните мне деньги сегодня, здесь и сейчас, потому что это просто физически невозможно. Как я понимаю, сейчас туроператоры предлагают вместо несостоявшейся поездки какую-то другую в то время, когда уже получится справиться с пандемией. Но если людей не устраивает этот вариант, могут ли они рассчитывать на денежную полную компенсацию? Если да, то каким образом? И когда? Они получат на сегодняшний момент письмо от туроператора, если это дальние даты, то с суммой каких-то фактически понесенных расходов, каких-то штрафов, которые подразумеваются по договору, и так было всегда, и до сложившейся ситуации. Если это ближние даты, или если это страны, которые вот у нас несут угрозу, то там без каких-либо штрафных санкций, но единственное, что точно так же по возврату, да, 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 но точно так же по возврату им придется ждать, пока стабилизируется ситуация, потому что вот на ближайший момент даже элементарно те выходные, которые нам дали на неделю, мы не имеем права приходить на работу, и, соответственно, как бы мы будем работать в режиме онлайн, мы доступны на телефонах, по интернету, но физически принять какую-то заявку, поставить подпись и, соответственно, отправить в туроператорский офис, если он точно так же не будет работать, мы не можем. То есть это все откладывается, но сейчас как минимум на неделю. Поэтому мы не можем однозначно сказать, в какие сроки будут эти возвраты, но я более чем уверена, что как только возобновится деятельность в этом объеме, денежные средства будут возвращены. Там, где приобреталась путевка, надо прийти, написать заявление на аннуляцию тура, и, соответственно, ваш турагент, ваш тур аннулирует, получит письменное уведомление о том, что тур аннулирован, на каких условиях, есть ли там какие-то штрафы или нет этих штрафов, какая сумма подлежит возврату. Эта информация будет доведена до туристов, и туристы дальше должны будут принять решение. Если они совсем согласны с теми условиями, которые им там оператор пропишет, то они тогда принимают эти условия и там ждут то, что им пообещал оператор. Если они не согласны или со сроками возвращения денег, или с суммой возвращения денег, или там с какими-то другими условиями, они, безусловно, имеют право обращаться в суд и как бы дальше уже через суд отстаивать свою позицию, свою точку зрения. Мы своим туристам рекомендуем ближайшую неделю, две, три, пока никуда не выдвигаться, потому что мы не знаем, как будут развиваться события дальше. Наталья Юрьевна, я благодарю вас за исчерпывающие ответы. Пожалуйста, до свидания. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня мы обсуждали обстановку в туриндустрии, как на нее повлиял коронавирус и как люди могут компенсировать себе аннулированные путевки из-за пандемии коронавируса. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Берегите себя.